Еще из новостей дня. В Калининграде скандал в детской областной больнице. По мнению следствия, медики ставили на врожденном капельницы с просроченным лекарством. Сколько детей получили испорченный препарат, сейчас выясняют. Тем временем врачи пытались спрятать эти лекарства от проверявших. С подробностями Яна Подзюба. За диваном сестринской был обнаружен вот этот препарат, дипокин. Как мы полагаем, на котором при осмотре срок годности затерт в ноябре 2014 года срок годности истек. Этикетки затерты, коробки задвинуты за диван, заставлены на полках. От посторонних глаз просроченные лекарства в сестринской спрятаны по всем правилам конспирации. Как кульминация – тайная комната за шкафом. Такой подход удивил даже оперативников. Медицинский персонал, как я понял, уже впоследствии стало известно, был предупрежден об этом. То есть часть мы уже нашли там спрятанной за диваном. Часть препарата была спрятана уже в комнате. Дверь была закрыта шкафом. А в ней десятки коробок просроченных лекарств. Дорогостоящих, как, к примеру, инфузол 40. 260 флаконов. Рыночная стоимость каждого больше 2000 рублей. Срок годности истек почти полтора года назад. Этот препарат вводят не просто новорожденным, а недоношенным детям. По сути, это питание для малышей – источник белка в организме. Но есть один важный нюанс. Аминокислоты, которых там достаточно большой набор, они, как вещества, очень нестойкие, могут разрушаться с образованием токсичных различных полупродуктов и компонентов. Скажем, может образовываться аммиак, может образовываться мочевина. Эти вещества, они, в принципе, являются токсинами для организма. И при попадании в кровь они могут привести к самым нежелательным последствиям, вплоть до летального исхода. Сведения о причинении вреда здоровью детям следствие на сегодняшний день не располагает. При этом не исключено, что данное лекарство вводилось другим проходившим лечению в больнице несовершеннолетним. Этот инфузол 40 вводили как минимум семерым новорожденным малышам. Сколько еще детей получали вместо важного для их здоровья препарата, просрочены, выясняют оперативники. Сейчас они изучают медицинские карты всех пациентов за последние два года. У меня нет слов, у меня одни эмоции. У меня вот ребенок двухмесячный. Я просто, если представить, то мне страшно просто становится. Конечно. Тем более, что мы сейчас идем в эту больницу, конечно, у меня сразу недоверие. Врачи на вопрос, почему в больнице применялись препараты с истекшим сроком годности, ответить не могут. Зато виновных, по словам главного врача, уже нашли. Лица, которые допустили нарушение в порядке утилизации этих препаратов, сейчас уже мной наказаны. Это, я могу даже честно сказать, заместитель мой наказан, получил выговор. Главный министер получил выговор, и заведующий одним из отделений получил выговор. Заведующая аптека и провизор была уволена. Истекший срок годности на упаковке может заметить и не специалист. Нарушение очевидное. Но некоторые препараты становятся бесполезны или просто опасны еще до его истечения. Ряд в петербургской поликлинике. В холодильнике стоят вроде как свежие ампулы с вакциной. Но в журнале важная отметка, доставленные больше месяца назад. Что значит, по правилам эти ампулы уже должны были утилизировать. Со склада в поликлинику такие препараты везут не в холодильных камерах, а в обычных коробках. Срок годности сокращается. В детской больнице годные лекарства хранились вместе с просроченными, среди которых и препараты для поддержания жизненных сил и жизненно необходимые медикаменты, такие как дипокин против эпилепсии. Выяснить с точностью и тем более доказать, какой вред наносят такие лекарства после истечения срока годности, довольно трудно. Но следователи считают, виновные, скорее всего, понесут наказание по уголовной статье. За подобное преступление им грозит до шести лет тюрьмы.